Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели и гости аудио-видеоблога врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 4 мая 2022 года. Местное время 17 часов 25 минут. Киевская и Московская 18 часов 25 минут. Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение отрывков, избранных отрывков из книги видного советского психолога Петра Петровича Булонского «Психологические очерки» или «Очерки психологии». В данном аудио-видео отрезке я зачту вам о, скажем так, патологическом мышлении. То есть я выбираю, там очень много неинтересного. Вот, я выбираю то, что представит интерес для моих слушателей, как обычных, так и врачей, психиатров, психологов, психотерапевтов. Итак, значит, вот глава будет называться «План изучения мышления» и в основном речь пойдет о бредовом мышлении. Вот. Значит, дальше, после развития, зачтения вам работы о, скажем, бредовом мышлении, я там еще тоже найду одну коротенькую такую и представляющую интерес. То есть, скажем так, примитивное мышление, слабое мышление и так далее, и так далее, и закончу чтение. То есть из этой работы Булонского я наговорил, я зачитал только то, что с моей точки зрения представляет интерес как для меня, и с моей точки зрения будет представлять интерес для моих слушателей. Вот. То, что неинтересно, специфический какой-то там для психологов, чисто нормальных психологов, значит, характер, я просто не зачитываю. Итак, «План изучения мышления». Значит, эта работа Булонского «Психологические очерки» была напечатана в 1927 году в рамках библиотеки Вестника Просвещения. Итак, начинаю читать. Значит, большая глава называется «Полностью бодрственная жизнь», ну и далее, значит, «План изучения мышления». Значит, особенности механизма мышления, как мне кажется, легче всего рассмотреть, если сравнивать обычное мышление с бредовым мышлением. «Патология – это утрированная норма», он приводит цитату, принадлежащую кому-то из великих. «Патология – это утрированная норма, это утрированное мышление, то есть бредовое, может быть, даст нам возможность легче подметить основные свойства мышления. Мышление представляет собой нечто развивающееся, постепенно усложняющаяся работа мышления станет яснее, если мы проследим развитие мышления, начиная с примитивного до самых высших стадий». Итак, сравнение обычного и бредового мышления, изучение развития мышления, таков наш план изучения мышления. Итак, классификация бреда по содержанию. На основании данных знаменитого эмпирика, врача-психиатра немецкого Крепеллина. Вот ссылка. Крепелин. «Введение в психиатрическую клинику. 1923 год. Русский перевод». Нужно составить или можно составить следующую таблицу. Итак, содержание бреда – это левый столбец и правый столбец, при каких болезнях преимущественно этот бред возникает. Итак, бред виновности возникает при меланхолии, раннем слабоумии, прогрессивном параличе помешанных. Мой маленький комментарий. Значит, ранняя слабоумие – это шизофрения, не знаю. А вот соглашусь на 100%, что бред виновности, грехомности чаще всего возникает при меланхолической форме депрессивного расстройства в рамках БАР. Следующее. Бред преследования. При каких заболеваниях преимущественно встречается? При меланхолии – не знаю. Прогрессивном параличе помешанном – этого заболевания уже не существует. Ранняя слабоумие – это шизофрения. Там, естественно, он присутствует. И довольно часто. Галлюцинаторное помешательство. Кокаинизм – то есть употребление хронической кокаиновой зависимости. Тугоухость. Когда человек плохо слышит, вот, это я, кстати, часто читал. Правда, не знаю, не изучал этот вопрос. Тугоухие очень часто, поскольку они плохо слышат, вот, у них идёт вот это, скажем так, бредовое представление о преследовании. Кверулянты. Кверулянты – это те, это, по сути дела, параноики, которые считают, что все их преследуют, все хотят им нанести вред. Вот. Ну и они активно, активно, значит, борются с этими людьми или даже институциями. Паранойя и парафрения. Следующее. Гипохондрический или ипохондрический бред. Встречается, опять же, при меланхолии, раннем слабоумии, раннее слабоумие – это шизофрения, прогрессивном параличе помешанном, старческом слабоумии, артериосклерозе, истерии и травматическом неврозе. Бред обеднения, то есть бред бедности. Человек боится, бредит, у него идея бредовая о том, что он может стать нищим. Значит, опять же, видите, при меланхолии и старческом слабоумии, действительно, те, кто страдает деменцией сенилис, они, в общем-то, очень и очень скупы. Вот. У них страх, что они могут обеднеть, остаться без денег, и поэтому, значит, это все резортируется в скупости. Так. Дальше. Бред ревности. Встречается при шизофрении, старческом слабоумии, кокаинизме, злоупотреблении кокаизмом, алкоголизме, подтверждая алкоголики, очень часто страдают бредом ревности и параноики. Так. Бред величия. При прогрессивном параличии помешанных не встречается сейчас это заболевание, поскольку это позднее проявление психосифилиса. Паранойя. Ну, бред – это всегда паранойя. Мания. В мании. Да, в маниакальной фазе биполярного фиктивного расстройства. Действительно, там, скажем так, появляются идеи величия – я все могу, море по колено. Но не путать слабоумие, то есть манию величия при паранойи, чистой паранойи, и маниакальным. Значит, при паранойи – это такой длительный, фиксированный бред величия при мании только в состоянии, скажем, маниакального психоза. Значит, если маниакальный психоз сменяется депрессивным, там, скорее, появляется бред виновности, бред преследования, ипохондрический, бред обеднения и так далее. Ну, вот. Ранее слабоумие. Ну, ранее слабоумие – это шизофрения. При шизофрении бред величия. Бред открытия или изобретательства. Паранойя и парафрения. Легко видеть, что содержание всех этих видов бреда сводится всего лишь к трем мыслям. Я имею недостаток, мне причиняет ущерб, и я велик. То есть, я имею недостаток – это бред виновности, мне причинают ущерб, или могут причинить это бред преследования, и я велик – бред величия. Пятнадцатое. Эгоцентризм бреда. Содержание бреда – я виновен, меня преследует, я болен, я беден, мне изменяют, я велик, я центр внимания. Все это, в конце концов, мысли о себе, точнее, мысли о своей слабости или своей силе. Таким образом, бред эгоцентричен. Бредовое мышление всегда, в конечном итоге, есть мышление о своих недостатках или преимуществах, или о своих интересах. Бред величия. Бред величия характерен для прогрессивного паралича помешанных. Действительно, я богат, я велик, в ярчайшей форме при прогрессивном параличе помешанных. Но это я знаю только по описаниям, это заболевание я уже в своей практике не встречал. Исчез сифилис, исчез и прогрессивный паралич помешанных. При мании, да, это я встречаю. И паранойи, ну, там тоже в яркой форме. Но я опять повторяю, бред величия при маниакальном психозе и при паранойи он все-таки отличается. При мании он кратковременный. Он, значит, не столько, скажем так, носит характер бреда, бреда, как переоценки, как переоценки своих собственных сил и возможностей. Там, по сути дела, нет бреда, понимаете, в прямом смысле. Там просто, значит, вот я могу, вот я, скажем так, у меня такие способности, что я могу это сделать и так далее. То есть можно сравнить так, неадекватное, некритичное отношение к окружающей среде и к своим способностям. А бред, бред, это стойкое, бред, скажем так, величия. Это стойкое мнение, стойкое, неисчезающее, непроходящее. А вот если начался бред величия, он так и сохраняется. Бред. То есть я великий, я Наполеон, я, скажем так, известная личность. Кстати, бред величия, он, скажем так, сопутствует или саде, или соседствует с бредом. Изобретение – это тоже частичный бред величия, понимаете? То есть изобретение. Значит, по Шильдеру удалось наблюдать возникновение этого бреда, бреда величия, в нескольких случаях начинающегося прогрессивного паралича. Да, в начальной фазе прогрессивного паралича, помешанного, там, именно вот эти идеи величия бредовые. Вот, да ведь штыр, купец, всегда спокойный, и в последнее время головные боли. Двое суток до клиники он провел без сна, это данные Шильдера, немецкого психиатра, раздражительным, подавленным. Затем следует двудневная вспышка бреда величия, приведшая его в клинику. Течение болезни было прервано лечением. Оказалось, что все это имело своей исходной точкой неудачную торговую операцию накануне, которая могла повлечь за собой штраф. Это его мучило, и поэтому он был раздражительным, подавленным, не спал. Значит, исходная точка – реальный ущерб, развившийся у больного депрессией. Как же это перешло в бред величия, вопрос. Оказывается, накануне помещения в клинику он был у свояченицы, и там видел, как теперь плохо живется людям. Он подумал, дело было в Австрии, что можно было бы им помочь, если конфисковать 80% денег и тем поднять валюту. В результату госканцлеру ничего не удалось, а он простой купец, имеет мысль, которая всем поможет. Вечером того же дня он, король, видит золотой доллар, все будет плавать в масле, все будут, все будет плавать в масле, кило мяса даром и так далее. В клинике он бросает деньги с воздушного корабля, каждому врачу дарит массу денег. В другом случае также, в двухдневной вспышке бреда, больной заразившись, в свое время сифилисом, очень мучился, много читал по медицине, все время ждал с тревогой паралича помешанных. В результате бред величия, мессия, спаситель, изобрел новый психоаналитический закон и так далее. Как мы видим, бред величия, он, видите, соседствует с бредом изобретательства. Кстати, и при мании тоже. Там тоже идет, значит, все-таки бред. Но все-таки при мании, вот я бы его очень и очень хорошо бы отдифференцировал. Бред величия в маниакальном психозе, бред величия, значит, при паранойи, шизофрении, параноидальной шизофрении. Все-таки там отличие, естественно, здесь не место говорить о том, как можно провести дифференциальную диагностику. Я просто вам, значит, поясняю, что все-таки, значит, как будто бы и там бред величия, и там бред величия, но все-таки эти бреды, скажем, Федот, да не тот. Имя-то одно, но имеется какое-то отличие, там, фамилия не та, да и вообще не тот Федот. Мы видим таким образом, что бред величия, прогрессивного паралитика, имея свою последовательность, ему предшествует мысль о слабости, болезни, разорении, то есть то, что можно было бы назвать бредом уничижения, если бы только эти мысли не соответствовали действительности. Значит, это вот Шильдер пишет, а вот тут маленькая как раз вот такая сносочка, которая как раз, видимо, подтвердит то, что я говорил. Отличие паранойи, бреда в рамках паранойи или вот прогрессивного паралича помешанных и мании. Что касается мании, то при ней бред величия бывает обычно мимолетен, то, о чем я говорил, в момент существования мании. И большей частью сам не относится, и больной часто сам не относится к нему серьезно. Связь мании с депрессией, которой обычно и начинается болезнь, общеизвестна. Ну, вот так. Это не имеет значения, но в принципе, в принципе, это то, о чем я вам сказал, что имеется все-таки отличие. Так. Мы видим таким образом, что бред величия прогрессивного паралитика имеет свою последовательность. Ему предшествует мысль о слабости, болезни, разорении, то есть то, что можно было бы назвать бредом уничижения, если бы только эти мысли не соответствовали действительности. Бред величия нередко разработан также, притом в систематизированном виде у паранойков. Крепелин даже считает повышенное представление о своем значении одной из характерных черт паранойи. «Но путь от преследуемого паранойка к бреду величия ведет через преследуемого преследователя». Это типичное, значит, бред преследование, да, значит, бред преследование – это когда у пациента возникает больного шизофренией, параной, психозом. Вот когда у него возникает, значит, такая идея, что вот его хотят уничтожить, что за ним следят, ему хотят навести бред, вначале он обороняется, а вот потом на каком-то этапе происходит трансформация, значит, бред остается, но исчезает страх, исчезает вот эта дефенсива, то есть оборона. И вот такой преследуемый сам становится преследователем, то есть, если вначале он прячется, он боится, он страдает от того, что кто-то хочет нанести ему бред, наблюдает за ним, угрожает ему и так далее и тому подобное, то на каком-то этапе происходит трансформация, и у такого пациента с бредом преследования появляется идея, значит, нанести ответный удар, предупредительный удар по своему якобы преследователю. Недаром таких больных вот на этой стадии называют преследуемые преследователи, то есть, если вначале он ощущает себя преследуемым, то на каком-то определенном этапе развития болезни он начинает вынашивать мысли, значит, обезвредить, нейтрализовать, элиминировать своего мнимого преследователя. Таким образом, из преследуемого он становится преследователем, поэтому такая и существует терминология – преследуемые преследователи. Вот так вот. Так. Паранойк, начиная с подозрительного отношения к окружающему и бреда преследования, затем он приходит к борьбе с мнимыми преследованиями, и, наконец, он начинает видеть причину преследований в том, что он не таков, как все, но выше их. Значит, и здесь начальный момент несчастья. Ну, я не буду, значит, уделять внимания или останавливаться на причине начальный момент несчастья. Это патогенез, это все ерунда, но я вам вот что хочу сказать, что вообще все виды, все виды, все виды, скажем так, вот, бреда, да, они, в общем-то, имеют, значит, скажем так, вот, бред преследования. Он несет в себе и элемент бреда величия. Ну, вот маленький пример, объясню. Простой алкоголик, безграмотный или опустившийся, работающий в винном магазине грузчиком, вот, значит, на фоне развития у него бреда преследования, значит, предполагает, что он является объектом преследования крупной зарубежной спецслужбы. ЦРУ, МОСАД, БНД немецкая, МИ-6 английская и так далее, и тому подобное, или даже, там, КГБ, КГБ, ФСБ или СБУ, это служба безопасности Украины. Понимаете, значит, по сути дела, первоначальный момент это что? Это бред преследования. Меня преследует, но одновременно, значит, он же теряет критику, кто ты такой? Алкоголик, забулдыга, опустившийся, чтобы преследовать, значит, что такие, значит, сильные, мощные организации, которые стоят на страже интересов своих государств, больших государств, мощных государств, заинтересовались тобой. Значит, вы понимаете, одновременно, вот, с вот этой слабостью, вот, меня преследует, стоит и что, и бред величия. Человек не понимает, что он не представляет абсолютно никакого интереса. Он не ученый, он не противник политический, там, того или иного режима, вот, он не участвует в развитии программы ядерного вооружения или, там, скажем так, значит, работающий в каком-то конструкторском бюро по разработке новейшего вооружения. Он никто. Понимаете? Значит, вот, видите, с одной стороны, бред преследований, с другой стороны, бред величия. То же самое, скажем так, бред изобретательства. Что такое бред изобретателя? Это бред величия, по сути дела. Я изобрел, я великий изобретатель, я изобрел перпетум мобиле, то есть, вечный двигатель. С одной стороны, это действительно бред величия, но, с другой стороны, такие же пациенты, они становятся квирулянтами, они являются квирулянтами. Почему? Потому что они одновременно считают, что их не ценят, их изобретение, значит, не признается, и вообще это козни, и так далее, и тому подобное. Значит, смотрите, бред изобретения, и одновременно комбинируется с бредом преследования, и он начинает активно бороться, писать, значит, жалобы на низовые организации, которые не признают его изобретение, и так далее, и так далее, и тому подобное. Или, скажем так, бред, ревность, и то же самое, то же самое, но в меньшей степени. Значит, как будто бы это бред преследует, меня изменяет, мне изменяет, меня, значит, игнорирует, вот, а с другой стороны, с другой стороны, человек не понимает, не понимает, что он конченый алкоголик. Чаще всего бред, ревность, он не только, естественно, при алкоголизме, вот, что, в принципе, в принципе, значит, ну, он не представляет, значит, такого, значит, большого интереса. Интересно, а тут же, что еще идет, и мания величия тоже, я, наверное, красавица, меня вот изменяют, то есть, вы понимаете, вот идет такая смесь. Хорошо, это такое кратенькое, мой комментарий. Бред величия нередко разработан также, притом, в систематизированном виде у параноиков. Крепелин даже считает повышенное представление о своем значении одной из характерных черт паранойи. Но путь от преследуемого параноика к бреду величия ведет через преследуемого преследователя. Параноик, начиная с подозрительного отношения к окружающему и бреда преследования, затем он приходит к борьбе с мнимыми преследователями, и, наконец, он начинает видеть причину преследования в том, что он не таков, как все, но вы ищи их. Значит, и здесь, в начальный момент, несчастье. Ладно, несчастье – это уже, скажем так, интерпретация Блонского или других авторов. Мы не будем этого касаться, механизма. Мы просто говорим, как они комбинируются. Значит, бред величия, по-видимому, является, как это ни парадоксально, лишь одним из видов развития бреда уничижения. Все эти мысли о несметном богатстве, всем могуществе, красоте, силе являются реакцией, дальнейшим развитием, противоположных мыслей об угрожающем или наступившем несчастье. Кстати сказать, многие заявления слабых маленьких детей – своеобразный бред величия. Ну, тут я не могу согласиться с этим утверждением. Да, меня это и не интересует. Откуда, каким образом механизм бреда – он меня просто не интересует. Меня интересует диагностическая часть бреда. Вот как раз, что один вид бреда, он как бы комбинируется с другим, и с этим я согласен. А говорить о том, что все из-за слабости, из-за слабости развивается бред, не знаю, не хочу и комментировать. Следующее. Бред преследования и уничижения или виновности. Бред преследования наиболее разработан при паранойи. Естественно. Вообще паранойя – это всегда бред. Различные типы бреда. Так вот, я пишу не книгу по психопатологии, то не смысла подробно останавливаться на анализе паранойи. Достаточно ссылки на ряд авторитетов, чтобы подметить суть паранойи. Крепелин объясняет ее трудностями борьбы за существование и повышенным самочувствием. Блойлер – внешними трудностями, чувством недостаточности и повышенной силой чувств, аффективностью. Маргулис – сильным событием, неопределенным беспокойством и повышенным вниманием к себе. Вы видите, каждый по-своему объясняет. Кречмер – повышенной чувствительностью и характерной средой. Фройдисты – сильным первоначальными преступными стремлениями. По-видимому, лежащий в основе параноидного характера страх первоначально всегда оказывается ассоциированным с реальным возбудителем страха. Может быть, но не хочу это комментировать. Мой интерес – я ограничиваюсь только констатацией и диагностикой. И взаимопереплетением одного бреда с другим. Уже раньше был разработан бред инвалютивной меланхолии, депрессии и ступора. Во всех этих случаях было констатировано, что бред являлся только дальнейшим развитием мысли, относящейся к вполне реальному положению, пошатнувшемуся здоровью или общественному положению, выпаду из жизни, существеннейшего для данного субъекта содержания ее и так далее. Таким образом, мы видим, что даже бред сумасшедшего далеко не так нелеп, каким он с первого взгляда кажется. В основе его в качестве исходного момента всегда лежит реальная мысль, то есть мысль, выражающая реальное положение. Ну, тут Петр Петрович Блонский хочет патогенез развития или этиологию развития, скажем, бреда. Ну, нас это не интересует. Мы этим не занимаемся. Наша задача – это клиническое проявление бреда, ну и лечение бреда. Вот и все. На это мы и ограничимся. У больного, каковым является сумасшедшей, такой реальной мыслью, конечно, является несчастье, болезнь, бессилие, неудача. В этом отношении бред вовсе не отделен резкой бездной от нормального мышления. Не первая мысль, но дальнейшее развитие этой мысли отличает одно от другого. Не исходная точка, но дальнейший процесс. Следующая подглава – классификация бреда по степени стойкости. На основании данных, крепили на, можно составить еще одну таблицу. Вот она, первый столбец, скажем, левый с моей стороны, степень стойкости бреда. Правый столбец преимущественно при каких болезнях он встречается. Первое – нестойкий, быстро исчезающий или меняющийся, сопровождается галлюцинациями, часто бессмыслен и полон противоречий, часто подается убеждению. Встречается при белой горячке, правильно, там временный бред, инфекции, инфекционном, скажем так, параноиде, эпилепсии, истерии, корсаковская болезнь – это алкогольная полиневропатия или полиневрит, прогрессивный паралич помешанный. Следующая, вторая – большей частью мимолетный бред, часто высказывается как бы шутя, мани, согласен, значит, он чаще всего такой мимолетный, часто высказывается как бы шутя или проявляющийся в поступках, ну, скажем, необдуманных человек, скажем, находясь в нормальном состоянии, понимая, что это неосуществимо для данного лица, а человек, находящийся в маникальном возбуждении, он считает, что он сможет это сделать, что это планку, он легко перепрыгнет. Мания. Так, ну, вот тут идут маленькие такие комментарии. Сандберг и Верника – таинственность и недоверие. Линке – напряжённое ожидание. Шпек – недоверие и подозрение. Сравни общий обзор Вестертрепа. Развитие различных параноидальных типов. Это немецкий автор. Также и случай бреда ревности в том же журнале, 24-й год. Возможно, что в основе бреда ревности лежит бозень потери вследствие своей слабости или перенесения своего недостатка, разврата на другого, причём очень распространённый и в других случаях. Ну, вот видите, опять идёт объяснение, почему развивается или что лежит в основе бреда. Я опять повторяю, что меня этот вопрос не интересует. Вот, почему? Это теоретический вопрос, что там лежит и как там лежит. А наша задача – констатировать, диагностировать наличие бреда. Почему? Ну, скажем так, вот бред – ревность. Бред – ревность. Иногда это не бред, иногда это реальный факт. Поэтому наша задача, задача врача, когда приходит такой пациент или тебе направляют, в сопроводительном, скажем, документе написано бред ревности, твоя задача – разобраться. Это действительно бред ревности или это действительно ревность? Нормальная физиологическая ревность, но может быть немножко увеличенная. То есть, при правильной трактовке ревности, бреда ревности, да, бреда ревности, мы можем правильно поставить диагноз. Паранойя – это? Длительный ли это процесс? Процесс ли это процесс? Шизофренический или это, скажем так, вот, связанный со злоупотреблением алкоголя, там же и лечения разные. Значит, в первом случае надо прекратить употребление алкоголя и бред ревности исчезнет. При шизофрении, скажем так, алкоголь не играет, значит, большой роли в развитии этого бреда. Там просто, а почему, а почему? Ну, у каждого по своей причине, знаете, в медицине есть такое понятие – место наименьшего сопротивления. Лёкус минорис резистенция. Вот, если исходить из этого принципа, где слабое место, ну, вот там и, возможно, и приземляется, приякаривается или якорится этот бред, вот и всё. Поэтому, в принципе, принцип это не имеет значения. Вот, если бы это имело значение, если понимание, на основе чего развилась этот бред, вот, на основании чего. И вот, если мы устраняем эту причину, тогда и бред уходит. Тогда бы это имело значение. Ну, скажем, вот у этого купца, да, несчастье. А у него что, значит, даже если Пётр Петрович Блонский или там Шильдер, да, который приводит этот пример, значит, из Австрии, да. Если, значит, это вот они пришли к заключению, что это действительно было несчастье. Он обеднел этот купец, и в результате этого появился и бред, скажем-то, виновности, а потом бред величия его. Значит, если бы действительно дойдя, ну, это психоаналитики обычно занимаются, дойдя до констатации этого фактора, что вот причиной этого бреда является бедность, так, скажем так, и мы бы ликвидировали эту бедность, и пациент выздоровел бы, это было бы совсем другое дело. Но дело в том, что пациент страдал, он был заражен в свое время сифилисом, и у него появилось сифилитическое развитие, скажем так, поражение мозга, вещества мозга. Поэтому признание того, что в основе этого бреда величия, да, бреда виновности или бреда преследования лежало действительно обнищание, оно ничего не дает в плане, скажем так, ликвидации. То есть, это вот в те времена это было модно, вот, это делать. Хорошо, читаем дальше. Следующая степень стойкости бреда. Третья. Гораздо прочнее подвергается разработке, детализации и систематизации. Более мощные, более стойкие, более систематизированные проявления бреда встречаются при меланхолии. Это бред виновности. Я ничтожество, я не могу дать детям того, что я должен, я нагружаю свою супругу, я нагружаю своих родителей, я плохой руководитель, вот, значит, мои подчиненные страдают от меня. Вот это бред, бред уничижения, уничижения. Вот, значит, меланхолии гораздо прочнее, то есть, сильнее выражен, подвергается разработке, человек его анализирует, разрабатывает, детализирует и систематизирует. Следующий, четвёртый тип бреда, или стойкости бреда, сопровождается галлюцинациями, нет стремления обосновать его, то есть, он не обосновывает. Человек, вот эта четвёртая часть, степень стойкости бреда, это, значит, при шизофрении, при паранойе. Вот, значит, там вот бред появился, бред преследования, бред величия, всё, человек не задумывается, не анализирует, от чего, почему, потому что вот при меланхолии, да, он говорит, ну вот, видите, значит, он пытается хоть обосновать его, а там он не обосновывает, значит, при паранойе, ну, просто принимает. Значит, сопровождается галлюцинациями, дополнительный синдром, симптом, нет стремления обосновать его, недоступен убеждение, то есть, при паранойе бред, бредовую идею нельзя переубедить, остаётся годами в одной и той же форме, лишь становясь противоречивее и бессвязнее, мало влияет на поведение. Это вот ранняя слабоумие, то есть, шизофрения или паранойя. В общем, почему? Тогда паранойя это было отдельным заболеванием, сейчас паранойя это один из подвидов шизофрении. Так, пятое. Развивается медленно, сопровождается слуховыми галлюцинациями, бред очень стойк и обосновывается. Это парафрения. Не знаю даже, что такое парафрения. Сейчас такого понятия и нет, парафрения. И последнее, очень стойкая система бреда, при паранойи. Кстати, при паранойи, это параноидальная шизофрения, значит, там, это самая такая благоприятная текущая форма шизофрении, там присутствует только вот бред. Или бред величия, или бред изобретательства, или бред ревности, или бред преследования. Вот. Значит, во всем остальном, во всем остальном, значит, такой пациент, он адекватен, адекватен, чаще всего адекватен. Он все правильно понимает, он может работать, вот. Но как только речь зайдет вот о его этом коньке, или об его этой идее фикс, вот тут и начинается вот эта вся бредовщина и так далее. Значит, паранойи, значит, видите, наиболее стойкий бред присутствует при параноидальной форме шизофрении. Парафрении, я не знаю, что это такое, честно говорю, это старое понятие. Вот. Ранее слабоумие шизофрения сопровождается еще и галлюцинациями, и целым рядом других симптомов. Вот. Ну, а меланхолия, это вот, там человек всегда находит основание, он анализирует. Вот. Я не могу работать, я плохой, плохой. Вот он таким образом обосновывает. А при паранойи нет никакого обоснования. При шизофрении человек тоже не обосновывает, он просто принимает его. Вот принимает как факт. Первый тип – это нестойкий бред, вот то, что я засчитал, сопровождающийся массой галлюцинации. Сопровождается обычно неполным бодрствованием и напоминает поведение видящего сны. Ну, алкоголик, белая горячка. Убеждение часто похоже на бужение, приведение в себя, а также инфекционный бред, значит, бред-бред в рамках инфекционного заболевания. Вероятно, мы имеем здесь общее ослабление корковой деятельности, неполное бодрствование, эйдетизм, плохое различие. То же самое, по-видимому, представляет собой только в хронической форме и шизофренический бред. Бессвязность, противоречивость, необоснование, последующая беспамятность, эйдетизм и плохое различение – вот его отличительные черты. Второй тип бреда – маниакальный. Это легкий тип бреда. Он часто представляет собой вихрь идей, беспрепятственное течение мыслей по типу свободных ассоциаций, быстрое течение мыслей, цепляющихся одна за другую, иногда даже по чисто речевому сходству и болтливость – отличительные черты этого бреда. Этот бред не стоек, но не в том смысле, что он часто прорывается новыми галлюцинациями и бужениями. Он не стоек, как скачка идей, в том смысле, что мысли текут свободно, без установки на определенную тему, которая, по крайней мере, с первого взгляда, все время меняется. Это свободное мышление, не связанное с единством темы. Наконец, третий тип бреда – стойкий, детализированный и систематизированный бред, более или менее объединенный общей темой, обосновываемый, медленно развивающийся. Его можно, пожалуй, разбить на два вида. Первый – то, что немцы называют «гафтен», то есть остановка, как бы заставание на одной мысли, чаще всего при меланхолии или ступоре. Второй – систематическое развитие, так сказать, продвижение вперед данной темы. Итак, сноподобное мышление, свободное мышление, гафтен и система – вот четыре типа бреда. Следующая подглава «Бред и чувства». Эммингаус определяет бред как задержку, ассоциации в определенном направлении. Исходная мысль течет только в известную сторону, имеет только определенное развитие. Что же определяет это развитие? Мейнерт, австрийский психиатр 19-го столетия, обращает внимание на то, что бред имеет обыкновенно аффективный характер. Так, например, бред преследования связан со страхом, гневом, раздражительностью. Бред уничижения связывается с депрессией и тоской. Бред величия с радостью и эйфорией, довольством. При этом, насколько можно наблюдать характер и чувства, обычно предшествует бреду. Бред, таким образом, имеет аффективную основу. Но это только констатация на диагностику, на, скажем так, на лечение. Эти, значит, вот констатация того, что вот этот бред имеет аффективную основу, он не имеет, значит, на фоне депрессии, то есть, на фоне эйфории, да. Вот, это и есть аффект, вот, это не имеет никакого значения. То есть, это определяется основной течением основного заболевания. Скажем, примания – это будет всегда эйфоричный бред, это бред эйфории. При депрессии, естественно, это будет тоже аффективной, но это будет тоска, депрессия и так далее. Так, при этом, насколько можно наблюдать, характер и чувства обычно предшествуют бреду. Бред, таким образом, имеет аффективную основу. Она же, вероятно, определяет и отношение больного к начальному событию, послужившему исходной точкой для бреда. Ну, это, опять, это нам не важно. Но в таком случае, раз бред имеет основу в чувствах, встает вопрос о телесной основе его. Байладжер и Губля связывают бред величия с переупитанностью мозгового вещества. Но, опять, спекуляция идет. Мейнерд с гиперемией мозга, полнокровием. Вайхброд, сопоставляя паралитический бред величия с аналогичным бредом при инфекции, объясняет его интоксикацией. Кауфман, понижая посредством касторового или кротонового масла чувство телесного благополучия, понижал тем самым и бред величия. Опять не знаю, так это или не так. Физический вид страдающего меланхолией общеизвестен. Наконец, в последнее время Ван Валькенбург сделал попытку соматической характеристики страдающего бредом преследования параноика – расширение зрачка, сухой рот, полиурия, потливость, ускорение пищеварения и покраснение. Правда, все эти попытки, вот правильно он пишет, имеют пока гадательный, а я скажу, спекулятивный характер в своих деталях. Ну, вот так вот. Вот вам патологическое мышление. Но потом идут типы мышления. Не знаю, читать, не читать. Посмотрю. Думаю, что нет. Никому не надо, никого это не интересует. Ну, вот так. На этом, я думаю, я и завершу чтение. Я вот выбрал это. Почему? Потому что это близкая нам тема. Мне, как врачу-психиатру, читателям, которые относятся тоже к этой категории врачи-психиатры, психологи, психотерапевты. Ну, а для образованной публики это просто, скажем так, ну, как самообразование. Вот так вот. Ну, что, на этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой подглавы, то есть мышление, ну, патологическое мышление. То есть в этой главе или подглаве, вот, я вам зачитал в караце, очень в караце, различные виды бредов или бредов, бредообразования. Это и бред величия, и бред преследования, и бред уничижения, и квирулянтный бред, и бред обеднения, вот, и так далее, и бред ревности, и так далее, и тому подобное. Это вот те виды бреда, которые чаще всего встречаются, и самое главное, при каких заболеваниях чаще всего тот или иной бред встречается. Ну, вот так, такая коротенькая заметочка, ну, она вырвана, конечно, из-под контеста, но зато она представляет интерес для людей, или для темы, для той темы, которая постоянно разрабатывается на этом канале. Итак, я, доктор Джордж Горбатов, на этом завершаю чтение, благодарю вас и прощаюсь с вами до следующего раза. До свидания.